В эфире телеканала Краснодар. Программа «Город сегодня». В студии Анна Володина. Здравствуйте. И вот о чем расскажу в этом выпуске. Энергодефицита не будет. В Краснодаре запустили новую подстанцию, которая сможет обеспечить электричеством полмиллиона человек. Не допустить трагедии с огнем. Глава города Евгений Первушев поручил спасателям проверить всю городскую систему противопожарного водоснабжения. Будем здоровы. Вакцинацию на Кубани продлили до 1 декабря. Живодерам здесь не место. В Краснодаре провели круглый стол по вопросам жестокого обращения с животными. 20 века, которое стало неотъемлемой частью нашей жизни. Всемирный день телевидения сегодня мы отмечаем вместе с вами. Начну с подробностей громкого дела, которое недавно взбудоражило всю краснодарскую общественность. Срок за издевательство над животными может получить мужчина, выбросивший из окна 15 кошек. Пожилому краснодарцу грозит 5 лет лишения свободы. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Напомню, 8 ноября с 4 этажа житель дома по улице Ставропольской начал выбрасывать из своей квартиры животных на глазах у прохожих. Лицо, которое, возможно, причастно, оно опрошено. Это мужчина в возрасте. Он категорически отрицает свою вину, поясняет, что он якобы выпустил данных животных через дверь. Однако данные показания противоречат свидетельским показаниям непосредственно матери с детьми, которые находились на детской площадке в этот момент и видели, как мужчина находился на балконе. Сейчас пострадавших животных, некоторые из которых так и останутся коллегами, приютили зоозащитники и ветеринары. Отсутствие воспитания? Чувство заботы о тех, кого приручил? Или все-таки безнаказанность? Что толкает человека на подобные поступки? Обсудим завтра в прямом эфире программы «Новичок-шоу» на нашем канале в 15.15. Обязательно присоединяйтесь к телефонному разговору по телефону 8 938 412 15 48. И еще одна важная новость. Погуляли и хватит. Двоих 14-летних мальчиков и девочку, сбежавших из рождественского детского дома, накануне нашли. Как сообщили в Краевом следственном управлении Следственного комитета, подростки целы и невредимы. Вчера утром друзья отправились на учебу в другую школу на автобусе, а их пропажа была обнаружена уже после уроков. Беглецов не досчитались на обратном пути в детский дом. Первыми разыскали парней в Красунском округе. Информация об обнаружении девочки появилась после обеда. После того, как ребята нашлись, их отправили к следователю для беседы. Наш ответ энергодефициту. Сегодня в Краснодаре произведен пуск новой подстанции «Восточная промзона». Ее мощность равна половине той энергии, которую кубанская столица потребляет на сегодняшний день. Так что новый объект задел на будущее. Обо всем подробнее в сюжете. Смотрим. Энергодефицита не будет. В Краснодаре запустили новую подстанцию, которая сможет обеспечить электричеством полмиллиона человек. Объект находится в восточной промзоне города. Строительство продолжалось два года. Сегодня на торжественное открытие приехали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления федеральной сетевой компании единой энергетической системы Андрей Муров. Они посмотрели оснащение новой подстанции, мощность которой составляет 560 мегавольт ампер. Полгорода. Сегодня можно бесперебойно обеспечить электричеством. Для нас это без привлечения очень серьезный шаг вперед по решению проблемы дефицитного энергоснабжения. И введение этой подстанции закрывает проблему. Это на самом деле для города, конечно, огромный успех. А у вас сегодня пока еще подключение минимальное, наверное, потребители? Да, пока да. Понятно, коллеги. Не переживайте. Это очень-очень проходящий момент, что это востребовано. И именно быстро, правильно говорите. Что это востребовано, коллеги, я заверяю. Андрей Геннадьевич, я еще хочу рассказать вам лично спасибо за максимальную поддержку сегодня в решении проблемы энергодефицита и Краснодара, как столицы Кубани, ну и, конечно, всего края. К новой подстанции подключат и будущий индустриальный парк в восточной промзоне Краснодара. Энергодефицит был основной проблемой в реализации этого проекта. По сути, объект, который открыли сегодня, обеспечит мощностью всю восточную часть города, а также важные социальные объекты краевой столицы. Энергоснабжение в целом, это, конечно, и развитие любого города, тем более краевой столицы, и повышение уровня жизни. Ведь комфорт, который начинается дома, если перебои с электричеством, напряжение то туда, то сюда скачет. Вот этот дискомфорт, он продолжается и во время рабочего дня. Потому что настрой, с каким человек приходит на работу, он начинается с его жилья. Поэтому сегодня знаковый и очень огромный шаг ввод новой подстанции в решении энергодефицита краевой столицы. Мы решаем проблему надежного, бесперебойного энергоснабжения для 500 тысяч жителей Краснодара. Более 200 социально значимых объектов, в том числе и краевая клиническая больница им. Чаповского. С 2018 по 2020 год, включая текущий 2018, мы предполагаем по нашей инвестиционной программе вложить порядка 4 миллиардов за 2018 год, а всего за три года порядка 9,4 миллиарда рублей. Это говорит о том, что развитие продолжается. Это не только строительство новых объектов, но и, безусловно, реконструкция существующих объектов. Это уже вторая за полгода крупная подстанция, которую открыли в Краснодарском крае. Сегодня же глава региона и руководитель федеральной сетевой компании подписали соглашение о строительстве нового объекта. Он должен покрыть растущие потребности в электричестве в западной части Краснодара. Ввиду того, что данная территория имеет большую перспективу развития, конечно же, это задаст нам сегодня возможность развивать территорию, потому что тот потенциал и тот запас мощности, который сегодня создан и имеется, он позволит сегодня здесь качественно, надежно, то есть эту проблему решать. Заместитель главы Краснодара отметил, что такой энергообъект в городе построен с нуля впервые за последние 10 лет. По мощности и уровне оснащения это первая подстанция такого класса в Краснодаре. Не допустить трагедии с огнем. Чтобы в домах краснодарцев не возникало пожаров, глава города Евгений Первышев поручил спасателям проверить всю городскую систему противопожарного водоснабжения при двери холодов. Опасность в большей степени подстерегает жителей садовых товариществ и сельских населенных пунктов. Специалисты на поручение отреагировали моментально и уже провели большую работу. Проведены обследования 205 дачных некоммерческих товарищей, из гидрантов 58, водонапорных башен 17, пожарных водоемов 11 и подъезды к реке Кубань 4. Это излучено Кубанино. Службой спасения проведены проверки источника водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах. Проверен 601 пожарный гидрант. Еще в октябре краевые пожарные службы и городская служба спасения Краснодара проверили все 2938 пожарных гидрантов в краевой столице. Около 200 из них оказались неисправными и были направлены в эксплуатирующие организации для устранения неполадок. С начала года в Краснодаре эксперты уже отремонтировали 665 гидрантов. Построено и оборудовано еще 309 новых. То есть станицы и хутора могут спать спокойно. Но о человеческом факторе забывать не стоит, поскольку именно он чаще всего становится причиной пожара. Особенно будьте осторожны с печками и другими отопительными приборами. Вакцинацию на Кубани продлили до 1 декабря. Всего в этом году прививку от гриппа получат около 3 миллионов жителей края. Больше 90% уже сделали у кого здоровья. Половина из них, кстати, школьники. Об этом говорили на селекторном совещании в краевой администрации. Провела его Анна Менькова. Как отметила вице-губернатор, были и учащиеся, которые отказались от профилактических инъекций. Некоторые по медицинским причинам, но в основном из-за запрета родителей. Лучше всего прививочная кампания проходит в Северском, Кореновском и Красноармейском районах. Там педагоги провели разъяснительную работу и в итоге у муниципалитетов 100% результат. Однако не везде вакцинация идет полным ходом. То, что сегодня в школах допущено такое количество отказов, условно из тысячи детей привито 300, 600 отказов и только там 20 медотводов, это очень странная позиция. Так не может быть. Значит, вы допустили, что родители у вас все подряд пишут отказы от прививок. Это позиция школы, это позиция директора. Работа в некоторых учебных заведениях проведена очень плохо, при том, что у других от плана подчас вакцинация достигает и 100%. Это значит, что директор отдельной школы может разговаривать и находит общий язык с родителями. Директор другой школы этого сделать по каким-то причинам не может. Чтобы избежать эпидемии гриппа, нам необходимо вакцинировать 80% минимум детей. Также на совещании обсудили строительство соцобъектов. К концу года на Кубани появится 28 новых кабинетов врачей общей практики. Сейчас уже готовы три. Кроме того, в ближайший месяц должны возвести 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Все эти объекты под личным контролем Анны Меньковой. Говорили и о строительстве школ и детских садов. В этом году в крае открылись 7 новых учебных заведений. До конца 2018-го должны сдать еще 11. Вернусь к теме жестокого отношения к братьям нашим меньшим. Оно все чаще становится темой для обсуждения среди общественников и неравнодушных краснодарцев. Причин для этого много и, к сожалению, позитивных среди них нет. Участившиеся случаи издевательства над домашними питомцами взволновали полицию и зоозащитников. Необоснованная агрессия в адрес четвероногих любимцев вызывает как минимум недоумения и у простых краснодарцев. В этот раз найти решение проблемы решили за круглым столом представители МВД, благотворительных организаций и краевой администрации. Только за последние три года в Краснодаре возбуждено 10 уголовных дел по статье 245 «Жестокое обращение с животными». Со стороны правоохранителя необходимые меры приняты, реальные уголовные сроки. Может быть, незнание законов приводит человека к таким поступкам? И остановит ли ужесточение закона нечеловеческое поведение? Кстати, вторая часть статьи 245 предполагает заключение под стражу до пяти лет, если издевательство над животным была организована группа или продемонстрирована в сети интернет, а также если действие можно расценивать как садизм. 25 тысяч школьников сегодня написали казачий диктант. Участниками стали не только ученики казачьих классов, но и общеобразовательные. Диктант состоял из 20 вопросов. Таким образом, ребята смогли проверить свои знания в истории родного края, культуре и наследии кубанского казачьего войска, отметил Вениамин Кондратьев. За каждый правильный ответ ученики получали по пять баллов. Я уверен, что кубанские мальчишки и девчонки смогли узнать для себя много нового о казачьем укладе. Хочу отметить, что суть этой акции не в оценке, не в баллах, а в том, чтобы познакомить ребят с казачьими традициями и ценностями. Казачий диктант – это еще одно проявление своей гражданской позиции. Хорошие результаты станут дополнительным плюсом к портфолио. Тем ребятам, кто наберет высшие баллы, будет вручен сертификат. Он также даст бонусы школьникам при поступлении в кубанские вузы и покажет, что подросток знает основы казачьей науки, знаком с укладом предков. Образовательная акция прошла на Кубани впервые. Ученики 73-х школ писали диктант одновременно по видеосвязи. Результаты исторического теста будут известны уже 3 декабря. Прикоснуться к истории, чтобы стать ее продолжением. Первоклассников Краснодарской школы приняли в казачата среди регалий кубанского казачьего войска. Организаторы уверены, что церемонию с Екатериной Великой и атаманом Захарием Чепегой школьники запомнят на всю жизнь. Погрузилась в историю наша съемочная группа. Когда в казаки посвящает сам атаман Чепега, подарки вручает императрица Екатерина II, а собственно церемония проходит в зале казачьей славы музея Фелицина, торжественность момента пробирает до костей. Именно в такой атмосфере приняли в казачата первоклассников 100-й школы Краснодара. Освящается в славные казаки ученик первого класса Иван. Освящается в славные казачки ученица первого класса Мария. Такое театрализованное представление сотрудники Краевого историко-археологического музея проводят каждую осень. В этот раз в числе организаторов депутат городской думы Краснодара Анна Ольховая. Она рассказала, в кубанском казачьем войске сейчас служат 54 тысячи человек. И сегодня к ним присоединились еще 36. То, что сегодня им говорил атаман, как они принимали присягу, как пели гимн, посвященный Кубани, потому что Кубань у нас это самая крупная жемчужина в короне Российской империи. И то, что как поздравила их Екатерина Великая, останется у них в памяти. Сам погибая, товарищи выручай. Школьникам рассказали основные заповеди казачьего войска. Конечно, 300 лет назад в него принимали не детей, а взрослых, которые давали клятву верой и правдой служить Отечеству и охранять его рубежи. Атаман его спрашивал, ты в Бога веруешь? Он говорит, веруй. Перекрестись. Перекрестился. Потом становился на колено. И атаман его плеткой по спине. Помнишь? Помню. И вот таким образом он как бы присягал казачеству, чтобы он становился равным среди равных. Чтобы малыши лучше разбирались в традициях и научились их чтить, депутат Анна Ольховая вручила им книги об истории и культуре казачества. Пожелала учиться только на хорошо и отлично, уважать старших и, конечно, береть честь с молоду, как и положено настоящим казакам. Анна Григорьева, Марина Богданова, Артем Статюха, телекомпания «Краснодар». Идем далее. Цифровое будущее. В России намерены создать условия для сквозного проезда, когда пассажир покупает один билет на несколько видов транспорта. Работа над законопроектом в профильных ведомствах уже ведется. Подробности расскажет Алексей Коваленко, ведущий рубрики «Город финансов». Здравствуй, Алексей. Приветствую, Анна. Обеспечит такую возможность для пассажиров единая цифровая платформа. Об этом и не только расскажу через пару секунд. Россияне смогут путешествовать по сквозному билету. Его будут принимать все транспортные перевозчики, пишет российская газета. К примеру, по одному билету можно будет проехать и на автобусе, и на поезде. Обеспечит такую возможность для пассажиров единая цифровая открытая платформа, данных и технологических стандартов, которые сейчас разрабатываются. Сквозной билет будет применяться не только на нескольких видах транспорта, но и будет в себя включать сервисные услуги в аэропортах и на вокзалах, где пассажир будет делать пересадки. Большинство россиян, проживающих в городах-миллионниках, откладывают деньги, чтобы отдохнуть и посмотреть мир, а также для создания подушки безопасности. Следует из исследования виза о финансовых привычках россиян. Так, на отпуск откладывают практически половину опрошенных, столько же и на черный день. Более трети респондентов сказали, что копят на квартиру или на дом, 30 откладывают на автомобиль. При этом 28% заявили, что не имеют четкой цели накоплений. Рубль торгуется разнонаправленно к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 22 ноября, составляет 65 рублей 94 копейки. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 36 копеек. Европейская валюта, наоборот, подешевела на 3 копейки и официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 75 рублей 14 копеек. На этом все, Анна. Остается только добавить. Мы путешествуем не для того, чтобы сбежать от жизни, а чтобы она не сбежала от нас. Но не зря же говорят, что из депрессии есть как минимум два выхода. Это ЖД вокзал Краснодар-1 и аэропорт Пашковский. Спасибо, Алексей, за любопытную информацию. Мы переходим к другим новостям. Метель-2018 прошла в краевой столице. Так называются крупные антитеррористические учения. По легенде, стадион Краснодар захватили террористы. Есть подозрение, что здание заминировано. В городе экстренно собирается оперативный штаб. На место происшествия прибывают все спецслужбы. Сотрудники Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Росгвардии, полиции, МЧС работают слаженно и четко. Специалистами за короткое время принимаются меры по нейтрализации группы условных террористов, освобождению захваченных заложников, проведению необходимых следственных действий. У работников медицинской службы тоже все в боевой готовности. Так как оказывается помощь любым пострадавшим, то автомобиль оборудован всем для этого необходим. Я не говорю про медикаментозное обеспечение. Все это во врачебной укладке в саквояжи есть. Здесь же для искусственной вентиляции существует кислородный баллон, с помощью которого осуществляется насыщение вдыхаемой смеси. Основной целью мероприятия, проведенного под командованием руководителя оперативного штаба в Краснодарском крае начальника краевого управления ФСБ Игоря Колосова являлась проверка эффективности системы ситуационного реагирования на террористические угрозы и отработка совместных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также правоохранительных структур Кубани в случае совершения террористического акта на объекте массового пребывания людей. В ведомстве отметили, что все участники учения с поставленными задачами справились на отлично. Личный состав задействованных структур продемонстрировал высокий уровень выучки и профессионализма и подтвердил свою готовность к уверенным действиям в самых сложных ситуациях. Истории много не бывает, тем более, когда она полна настоящих героев. Краснодарская школа номер 8 сама по себе уникальный памятник кубанской столице, которому буквально через пару недель исполнится 105 лет. Не случайно именно она первой присоединилась к всероссийской акции «Парта героя» на официальном открытии, который побывал и мой коллега Антон Балзовский. За свою более чем вековую историю из стен этой школы вышел не один заслуженный человек. Здесь учились герои труда Кубани и воины-интернационалисты. Однако вот уже 75 лет это образовательное учреждение носит имя героя Советского Союза Геннадия Игнатова. И теперь в его родной альмаматор и в классе, в котором он когда-то учился, появилась «Парта героя» — его «Парта». Конечно же, открывали ее те, кто не понаслышке знает, что такое война и чего стоит настоящий подвиг. И у них нет никаких сомнений, поймут ли современные школьники появление этого простого с виду предмета классной мебели. Конечно, я надеюсь, и в этом наша задача в том, чтобы понимали, что в мире и сегодня, и сейчас есть место подвига. А для того, чтобы реально понимала молодежь, что это именно так, вот такие примеры, как Геннадия Игнатова, мы сегодня и будем вспоминать и приводить. Согласна со словами героя России и директор школы, но она, как и любой учитель, видит в этой парте еще образовательную и воспитательную составляющую. Это то, что сегодня мальчишек нашей казачьей школы ставит в парадный расчет. Это то, что их заставляет поступать в военное училище, идти и изучать военную подготовку, потому что сегодня сила и мощь нашей армии, сила и мощь нашего государства, она сидит сегодня за нашей партой, за партой героя, просто за партой в школе. Поэтому не говорить о патриотизме, не говорить о героическом прошлом, не помнить этого, это недопустимые вещи. Сами же ребята после торжественного открытия провели экскурсию для гостей в мероприятии, уже готовы вступить в борьбу со сверстниками за право первыми посидеть за новой школьной реликвией. Это очень круто за ней сидеть, так как за этой партой сидел герой Советского Союза. Он учился в нашей школе. И если за ней сидеть, ты как будто принимаешь его историю, понимаешь, как ему было в школе, легко или трудно, и нравилась ли ему она. Я очень горжусь, что учусь в этой школе, потому что здесь, именно в этом классе, учился герой Советского Союза. И я буду очень рада, если я сяду за эту парту хотя бы один раз в своей жизни. И как нам стало известно, эта парта не будет одинока. Совсем скоро рядом с ней появится еще одна. Но это, впрочем, уже другая история. Раньше такие парты героев стояли практически в каждой городской школе, и каждый мальчишка и девчонка мечтали и боролись за право за ней посидеть. Но, к сожалению, смутные для нашей страны времена. Эти традиции канули в лету, и тем ценнее, что сейчас они возвращаются. Ведь, как мы все прекрасно знаем, будущее есть лишь у той страны, которая помнит и чтит своих героев и историю. Антон Балзовский, Артем Статюха, телекомпания Краснодар. А теперь немного о спорте. В Краснодаре встретили бронзового призера молодежного чемпионата мира по вольной борьбе Тимура Бежоева. Еще в воскресенье он добывал медаль в столице Румынии и Бухаресте, а уже во вторник прибыл в краевой центр. Несмотря на будний день, в зале приюта аэропорта Пашковский было необычно многолюдно. Здесь и партнеры, и артисты местного ансамбля, и родственники. Рейс из Москвы задерживался, но томное ожидание сменилось овациями. Тимур засмущался, замедлил шаг, но вышел к публике под троекратный ура. На лице Бежоева усталость, ведь позади пять тяжелых поединков и четыре победы. Поражение в полуфинале от грузинского соперника самое обидное. Боец считает его главным разочарованием на турнире. Согласен с ним и отец. Он первый и поздравил, и пожурил сына. Тимур говорит, что времени на отдых нет. После двух-трех дней отдыха опять тренировки. Отдыхать времени нет особо. Сейчас на конец января, сейчас будет на чемпионат Европы отбор готовиться. В таком режиме Тимур занимается уже не первый год. С таким подходом золотая медаль, за которую Бежоев ехал в Бухарест, остается делом времени. Ближайшего времени. Одно из величайших изобретений 20 века, которое стало неотъемлемой частью нашей жизни. Всемирный день телевидения сегодня мы отмечаем вместе с вами. Весь день МТРК Краснодар принимает поздравления, встречает гостей, конечно, делится опытом и хорошим настроением с нашими зрителями, с некоторыми даже лично. Кстати, свой профессиональный праздник мы решили совместить с еще одним Всемирным днем приветствий. Как это было, смотрите прямо сейчас. Первым делом юные телевизионщики попадают в студию, с которой начинается вся история нашей телекомпании. 20 лет назад именно здесь снимали практически все телепроекты. Менялись лишь декорации и действующие лица. Сегодня территория телекомпании заметно увеличилась. Ее масштабы несколько удивили наших гостей. Я представляла, если честно, себе студию какую-то более маленькую. Оказалось, что она очень большая и в одной студии могут сниматься сразу несколько программ и могут ставиться несколько декораций. Второе, то, что я не знала, то, какие сначала были камеры. Эти камеры, режиссерские пульты, софиты и микрофоны для сотрудников телерадиокомпании – обыденность, а школьникам в диковинку. Детвора с нескрываемым интересом смотрела на аппаратуру, с которой когда-то работали журналисты. Теперь эти экспонаты хранятся в музее нашей телекомпании. А в студиях сегодня работают на новейшем цифровом оборудовании. Режиссер вот на этом большом мониторе, который поделен на несколько квадратов, видит все то, что видят камеры. Здесь, за этим местом сидит звукорежиссер, он управляет микрофонами. Как они вообще в этом разбираются? Поднимаемся дальше, и вот она, святая святых телевидения – эфирное аппаратное. Именно отсюда выходят в эфир наши программы. Посторонним сюда вход воспрещен. Единственное исключение – экскурсии. Школьники узнали, как проходит вещание, поработали на камеру, а сотрудники канала рассказали о своих буднях и даже открыли свои профессиональные тайны. Юные гости, в свою очередь, не смогли скрыть эмоции. Есть такие звукорежиссерные пульты, если так можно сказать. Вот они меня поистине удивили, потому что там каждую штуку вот эту вот делать, подкручивать, и вот этому я прям очень сильно удивился. Я поразговаривал с звукорежиссером, он мне объяснил, что как и что за что отвечает. Кого только не встретишь на кубанских дорогах, бараны, и это мы. Конечно, не о водителях. Я не могу. Дети, как известно, народ любопытный. Им до всего есть дело. А уж тем более, им интересно, как делаются краснодарские новости. Очень интересна была экскурсия, очень интересно было узнать о фактах о телеканале, о том, как все начиналось, о том, что снималось, где хранилось. Но, конечно, самое интересное для журналиста – это практика. И с самого начала не чувствовалось волнения, пока режиссер не сказал в кадре. Вот тогда уже чуть-чуть ноги задрожали, но все-таки получилось унять волнение, получилось читать текст более-менее без запинок, получалось смотреть в камеру. Очень-очень интересный быт у журналистов. Захочет ли кто-то из нынешних маленьких гостей связать в дальнейшем свою жизнь с журналистикой, покажет время. А желание и любопытство у них точно есть. Сегодня необычный день, и мы ото всех принимаем поздравления. И вот очередная порция поздравлений от наших юных коллег. С днем телевидения! МДЛК Краснодар! Смотрите город сегодня! Многие мечтают работать на телевидении, и сегодня мы решили исполнить эту мечту – подарить краснодарцам возможность оказаться в кадре и передать свой привет с голубых экранов. Я тебе сейчас дам микрофон, ты можешь смотреть на вот эту камеру и передавать свой привет. Хорошо? Можешь даже представиться. Всем привет! Меня зовут Софья Жуковская. Я передаю привет огромным родным и близким. Люблю свой город Краснодар и желаю удачного всем дня. Вот со мной рядом находится моя жена, моя дочь, зятя, им. Поэтому им огромный привет. Ну и как бы не банально это звучало, своим родителям. Передаю привет Краснодару и всем, кто смотрит. Я обожаю этот город. Данил Клушин, тебе особенный привет. Давно не виделись. Куличков Кирилл, тоже привет. Мама, папа, все, кто смотрят, всем привет. Передаю привет машиностроительному колледжу, то бишь КМСК. Он в моем сердечке. Ну, добрый день. Сегодня день телевидения. Я хотела бы поздравить всех работников телевидения, поблагодарить их за хорошую работу, за хорошие передачи, интересные, познавательные для детей. И хочу передать привет своей родственнице Кате. Надеюсь, она меня услышит. Ее поздравляю. Желаю ей больших-больших успехов и продвижения по карьерной лестнице. Я хочу передать привет всем своим близким, всем своим друзьям, родственникам. Хочу пожелать им здоровья, счастья, чтобы у них в жизни все было хорошо, чтобы всегда все получалось. Я их люблю. Приветы передавали как личные, так и коллективные. А еще традиционно признавались в любви городу. Краснодар, привет, мой любимый город. Люблю тебя безумно. Передаю привет всем краснодарцам и жителям города и гостям города. И желаю всем счастья и прекрасной зимы и любви всем и всему моему любимому городу. Я живу в этом городе 19 лет. Он очень красивый, в нем много возможностей. Можно поступить в любой университет, погулять, провести время, найти общих знакомых. Так что приезжайте все в Краснодар. Мы из Владивостока. Передаем привет нашему родному краю. Может быть, кто-то смотрит. Ну и, соответственно, процветанию желаем городу Краснодару. Мы любим Краснодар! Съемочная группа телеканала Краснодар Татьяна Троян, Алексей Попов, Александр Ивановсков передает всем пламенный привет! Я присоединяюсь ко всем восторгам и приветам. И от имени всего коллектива телекомпании Краснодар хочу традиционно пожелать нам с вами только интересных и, главное, добрых новостей. А всем коллегам творческого вдохновения. На этом у меня все. Еще больше полезной и интересной информации вы найдете на нашем сайте tvcrasnodar.ru в аккаунтах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok